Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! В этом ролике я продолжаю рассказывать про обзор своей коллекции косметики, про свою большую розовую коробку, и точнее сейчас я буду рассказывать про отделение, в котором хранятся средства для глаз. Не буду ходить вокруг да около, сразу начну с самого интересного. Для меня, по крайней мере, с тушей для ресниц. И сейчас у нас аутсайдера. Ну, хотя, наверное, некорректно сказать, что все из них не понравились, но, в общем, сейчас вы все узнаете. Первая тушь, которая мне действительно не понравилась, мне кажется, это просто ужасающая тушь. Я ее купила, потому что, как я увидела на ютубе, ее очень любит Соня Есман, но на меня она произвела какое-то просто ужасное впечатление, и сейчас вы поймете, почему. У нее вот такая совершенно гигантская щеточка. У меня глаза довольно-таки среднего размера, наверное, стремящиеся все-таки к небольшим, и мне достаточно затруднительно такой щеткой что-то там себе прокрасить. Кроме того, я ей пользовалась два раза, и уже на этой щеточке скопились комки, какие-то, ну, вообще похожие на грязь. Выглядит она очень-очень неэстетично, и, в общем, я не очень себе представляю, зачем переживать какие-то такие мучения, пытаясь прокрасить ресницы от этих комков, если можно купить себе просто нормальную тушь. Следующая тушь, на самом деле, мне нравится. В одном из роликов я про нее говорила, это Кабаре от Vivienne Sabo. Выбрасываю я ее только потому, что у нее уже вышел срок годности. Так, у нее очень такая симпатичная маленькая кисточка, она дает отличный объем ресницам. Единственный ее минус в том, что она достаточно тяжело смывается. Следующая тушь, это Divash 906090 Long Lashes. У нее хорошая силиконовая маленькая кисточка, мне она очень понравилась, очень приятная тушь, ну, также она просто у меня засохла, уже как-то истек, наверное, ее срок годности, поэтому я ее выбрасываю. Но, в принципе, если вы ищете неплохую бюджетную тушь, то можете обратить внимание на вот эту марку Divash. Следующая тушь, это очередное безобразие от Bourjois, хотя, на самом деле, у Bourjois есть несколько неплохих тушей. Это тушь Volume Glamour Max, или Volume Glamour Max. В общем, опять же, мы видим огромную кисточку, просто, наверное, для каких-то огроменных глаз. У меня, к сожалению, не такие, поэтому эта кисточка мне не подходит. Но, опять же, та же ситуация, что с тушью Essence, очень много туши сразу собралось на этой кисточке, дает комки, и, ну, на самом деле, я считаю, что это просто безобразие. В общем, тоже, возможно, здесь дело в том, что в магазине нарушали условия ее хранения. Ну, в целом, какое-то прям такое неприятное впечатление у меня осталось от нее, поэтому я ее выбрасываю. Тушь, которую я, на самом деле, очень люблю и многие годы любила, это телескопик от L'Oreal Shocking Extension. Эту конкретную тушь я покупала в Америке и осталась очень недовольна ее качеством, потому что буквально сразу же она начала осыпаться. Тушь, которую я покупала в Москве, точно такую же я полюбила, она мне нравилась, но вот конкретно у этой туши какая-то была проблема. Поэтому я ее тоже выкидываю, потому что уже после, наверное, часа ее ношения вся она оказывается не на ресницах, а под глазами. Следующие три туши, которые вы сейчас видите, я выбрасывать пока не собираюсь. Одна из них So Couture от L'Oreal, отличная тушь, про нее уже много всего было сказано в предыдущих роликах, очень ее люблю, в основном ей сейчас и пользуюсь. Следующая тушь это Grandiose от Lancome, пользуюсь ей в основном для записи видео, тоже хорошая тушь, несмотря на то, что вот эта вот странная у нее кисточка, которая мне не понравилась, но тем не менее тушь самая замечательная, также с удовольствием буду ей пользоваться дальше. И следующая тушь это просто чемпион по какому-то обману, The Real от Benefit. Такая была широкая рекламная кампания этой туши, и до сих пор, в общем-то, она идет. И тушь эта декларируется просто как какая-то великолепная, замечательная тушь. Но на самом деле она очень дорогая, и она не делает абсолютно ничего. Ну, немножко она удлиняет ресницы, ну, в общем-то и все. А так, очень заурядная тушь, хуже она гораздо, на мой взгляд, чем L'Oreal So Couture, ну и уж тем более Lancome, а стоит она очень прилично. Поэтому чисто из-за того, что мне ее жалко выбрасывать, я еще ей попользуюсь. И вот так вот выглядит ее щеточка, которая, в общем-то, ничего не делает. Дальше хочу вам показать средства для бровей, которыми я пользуюсь. Во-первых, это гель для фиксации бровей от Catrice. Хороший гель, достаточно хорошо фиксирует брови. Единственный его минус в том, что он имеет прозрачную упаковку, и через какое-то время видно, как вот этот гель, от того, что в него попадают частички пудры, тонального средства, начинает темнеть. Я, ну, очень люблю, когда косметика как-то выглядит неаккуратно, хотя, как вы видите, такое у меня происходит. Ну, в общем, это единственный его минус, а так я ему ставлю, наверное, из 5 баллов 4,5, вот именно полбалла за эту упаковку, и буду им пользоваться дальше. Следующее средство для бровей, также от Catrice, это палетка из двух теней для оформления бровей, и также еще там есть небольшая щеточка в нижнем отделении и маленький пинцет. Очень нравится это средство, оттенки мне подходят, больше мне подходит более темный оттенок, буду с удовольствием пользоваться ими дальше, и, в общем, всем советую присмотреться к этим теням. Хотя, с другой стороны, сейчас настолько много разных палеток теней, поэтому совершенно не обязательно покупать тени конкретно для бровей, можно использовать тени, которые вы обычно используете для век. Следующее средство это Benefit Gimme Brow, его на ютубе очень любят, люблю его и я, отлично фиксирует, придает бровям цвет, он у меня уже, наверное, скоро закончится, и я думаю, что я куплю себе еще один такой. И последнее средство, которое меня, ну, сейчас уже, как я понимаю, немного разочаровало, это Brow Drum от Maybelline. В общем-то, дает этот гель хороший цвет бровям, но проблема в том, что он их совершенно не фиксирует, и, в общем-то, не очень понятно в этом случае его назначение. Ну, хотя я не знаю, может быть, у кого-то он брови фиксирует, но у меня они достаточно жесткие, поэтому у меня ничего с ним не получается. Хочу вам показать три подводки, которые, в общем-то, стоят того, чтобы их показать, и два карандаша, один для глаз, для слизистой, и один для бровей. Вот этот карандаш я просто обожаю, я его использую под бровями, в общем-то, его можно использовать как хайлайтер. Следующий карандаш это Легенда Ютуба, его рекомендовала Елена Крыгина, а почти все, что рекомендует Елена Крыгина становится бестселлером. Это карандаш от Eiff Roche для слизистой глаза. Мне он, в общем-то, понравился, хотя не так я им еще много раз пользовалась. Ну, я думаю, что если вас интересует вообще макияж глаз, вы как-то делаете разные макияжи, то стоит вам его приобрести, потому что он позволяет сделать, ну, как-то разнообразить макияж глаз, подвести красиво слизистую, увеличить глаза. Попробуйте, может быть, вам он тоже понравится, и я буду им пользоваться еще. Следующее средство это лайнер-подводка Perfect Slim от L'Oréal Paris. Также буду им еще пользоваться. Хороший лайнер, всем советую его приобрести. Единственное, что прошло достаточно немного времени, где-то, наверное, недели три, и уже он начинает чуть-чуть подсыхать. Следующие два средства это подводки от Sephora. С одной стороны, мне они понравились тем, что они водостойкие, с другой стороны, одна из них синяя, то есть уже такой цвет, который не так-то часто используется по сравнению с черным. Вторая подводка более спорная, к ней у меня возник вопрос, потому что в магазине, когда я ее купила, я не поняла, почему здесь на крышечке, ну, она не полностью черная, а с блестками. Оказывается, сама эта подводка черная с блестками, и называется этот оттенок как-то, по-моему, кружево или что-то в этом роде. Не очень мне понравился этот эффект, который дают эти блестки, потому что, во-первых, это, ну, как-то слишком празднично выглядит, а во-вторых, дело в том, что она достаточно жидкая, что это, что это, и чтобы провести какую-то интенсивную линию, нужно мазать дважды. И вот эти блестки, когда проводишь второй раз, если они, не дай бог, уже засохли, они начинают скатываться какими-то такими черными комками. В общем, минус за это вот этой подводке. Я не знаю, когда я ее еще буду применять, но поскольку я вообще ей не пользовалась, ну, буквально один раз я ей накрасилась, все-таки я ее пока оставлю и, наверное, попробую, ну, что-то с ней сделать. Может быть, какой-то получится красивый макияж. Я думаю, что нет нужды показывать, опять же, такую мелочевку, как разные карандаши для глаз, потому что, ну, на мой взгляд, нет в этом особенно ничего интересного. Если вы считаете иначе, пожалуйста, напишите в комментариях, и я что-нибудь придумаю, чтобы показать вам эти карандаши. А пока спасибо вам за просмотр этого видео. Если вы хотите посмотреть другие видео, в которых я разбираю свою косметическую коллекцию, то, пожалуйста, выберите одну из ссылок на тот раздел моей коробки, про который вам было бы интересно узнать. Еще раз спасибо вам за просмотр, и до встречи в следующем ролике! Субтитры подогнал «Симон»!